Значит, у нас первый доклад Андрея Алексеевича Зайцева, профессора, главного пульмонолога армии, на тему театропной терапии COVID-19 в амбулаторных условиях. Пожалуйста, я передаю вам слово, из эфира я, с вашего позволения, выхожу. Спасибо, Павел Андреевич, за приглашение. И, конечно, предоставленное слово и возможность еще раз поделиться с нашими коллегами вот этими важными вопросами ведения пациентов с COVID-19. Коллеги, мы встречаемся уже третий раз, поэтому, конечно, я буду в какой-то степени повторяться с одной стороны. С другой, на самом деле, сегодняшняя практика, которую мы анализируем, ну вот последние полтора-два месяца в том числе, говорит, что проблемы еще пока остаются. Поэтому еще раз нужно эти все вещи проговорить и, мне кажется, прийти к определенному роду консенсусу по части театропной терапии. Плюс к этому поставил вопрос сегодняшнего моего доклада, ну, по крайней мере, с обсуждением и доказательной базы назначения различных театропных препаратов. И я надеюсь, вот эти последние данные вам будут интересны. И, наконец, еще все, что получило, ну, как бы предпосылку с нашей сегодняшней встречи, оказывается, со следующей недели и в московском регионе вновь в связи с повышением заболеваемости открываются в нашем ковидном центре, большом, городском, московском, дополнительные койки, потому что есть и больные, в том числе с поражением легких, которые госпитализируются в функционарах, так, что и в амбулаторной практике проблемы остаются. Какие проблемы мы будем обсуждать? Первое. Широкое назначение средств с противовирусной активностью, но при этом не имеющие доказательства эффективности препарата назначаются в реальной практике. Второе. Недостаточное до сих пор применение препаратов с доказанной эффективностью при новой коронавирусной инфекции. Позднее назначение этих препаратов в стационаре и поговорим в том числе о РМД-СВИ. Широкое назначение антимикробных препаратов, которые продолжаются и поныне, но и, к сожалению, здесь я не буду сегодня об этом много говорить, но поговорим в том числе и о реальной практике, в том числе в условиях стационара, где на самом-то деле у нас с вами кроме глюкортигостероидов и кроме ингибиторов ИКЛ-6 рецепторов и возможности у ряда больных применений и рамдисевира, к сожалению, других вариантов нет. Что-то у меня уходит, моя презентация, техническая служба, пожалуйста, посмотрите. Я ничего, мне кажется, лишнего не делаю, но презентация открепляется. Давайте попробуем дальше. Коллеги, первое, с чего бы хотелось начать. Ковид до сих пор характеризуется назначением не очень понятных препаратов при ведении пациентов в различных регионах нашей страны. Плюс к этому мы, наверное, как-то все вместе до конца не можем договориться, в том числе в рамках временных методических рекомендаций, где просто широкой калькой перечисляется возможность применения целого ряда препаратов. Ну, первое, вот тот препарат «Ингаляционный мир», который был широко анонсирован, в том числе с возможностью его применения у больных с COVID-19, потому что он влияет на процесс репликации вируса. Так, что-то у меня происходит. И мы, как только появилась информация об этом препарате, вместе с вами подумали, ну, наверное, это будет широкое применение, это, наверное, будет какое-то средство доставки, столь нам доступно в виде какого-нибудь баллончика аэрозольного, который, ну, любой из пациентов, пройдя в аптечное учреждение, сможет купить и будет получать этот препарат, который, коль скоро он влияет на репликацию, но, наверное, это, так сказать, будет применяться в амбулаторной практике. Оказалось, все не так просто, потому что это мышный булайзер, и инструкция гласит о необходимости применения этого препарата достаточно длительное время, курс лечения 14 дней, противовирусной терапии 14 дней, 28 ингаляций с помощью небулайзера в условиях стационара. Понимаем совершенно четко, это, а, не нужно, б, ну, сама логика назначения препарата, влияющего на репликацию вируса, в стационаре, то есть спустя уже эту фазу репликации, да еще с длительным курсом, ну, выглядит весьма как бы условно, и, наверное, мы никакого эффекта не получим. Пожалуйста, давайте, наверное, закроем эту тему с необходимостью подобного рода терапии. Да, возможно, да, в ряде случаев там в амбулаторной практике, получив результаты каких-то исследований. Пока по тем вариантам, которые нам предлагается сделать, ну, наверное, эффективность подобного рода стратегии стоит под большим вопросом. Далее, 16-я версия нашего документа буквально взорвала средства массовой информации в виде появления нового противовирусного препарата, обладающего высокой эффективностью в отношении новой коронавирусной инфекции. Наконец-то в 16-ю версию был включен, и мило, в общем, не смогу перевести, в общем, препарат с торговым названием «Ингаверин». Да, и это широко, в общем-то, в средствах массовой информации отражалось. Осталось только нам все вместе посмотреть, какая доказательная база послужила желанием включения этого препарата в режиме введения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. И, честно говоря, вот среди всех публикаций, которые я нашел на сайте ПАБМЕД, посвященном «Ингаверину», но вот одна была посвящена в 2012 году, да, при аденовирусной инфекции, а другая – обзорная статья, вышедшая в 2020 году, которая говорила, что, возможно, какие-то потенциальные, как бы, варианты применения этого препарата в будущем, может быть, так сказать, появятся, но пока доказательств эффективности при COVID-19, ну, в общем-то, их нет. И поэтому сразу возникает большой вопрос. Что широко распространяется, как бы, разрекламируемая лекарственная стратегия, должна ли применяться в реальной клинической практике? Да, ну, наверное, большой вопрос. Да, не будем сейчас касаться эффективности этого препарата для профилактики и лечения ОРВИ, исключая COVID-19, определенного рода доказательства эффективности для этих ситуаций есть, но при COVID-19 я, к сожалению, не нашел никаких свидетельств эффективности подобного рода лекарственной стратегии. А при условии, что у нас есть, забегая вперед, молмопировир, да, и нервотревир с айтонавиром, и причем есть российские дженерики, прекрасно себя зарекомендовавшие в реальной клинической практике, наверное, даже не стоит уповать и на необходимость дальнейших исследований, посвященных другим лекарственным препаратам в этом контексте. У нас уже все есть. У нас есть наказанные эффективности, заказы, чтобы правильно применять эти препараты в реальной клинической практике. Хорошо, давайте подумаем об интерфероне альфа-2b, об умифеновине. И, честно говоря, на протяжении двух лет не было ни одной статьи, по крайней мере, в папмете, по крайней мере, в фокусовских журналах, которые бы четко нам продемонстрировали эффективность этой лекарственной стратегии. Первая работа датируется 2020 годом, и на этом как бы все и заканчивается. То есть до сих пор доказательств эффективности этой стратегии мы не получили. Да, конечно, мы у детей, наверное, в педиатрической практике обладаем только лишь интерфероном альфа-2b и не более того. Поэтому, наверное, в ряде ситуаций такая терапия возможна. Но для взрослых никаких доказательств эффективности такой лекарственной стратегии, в общем-то, нет. Как в отношении комбинации интерферона альфа-2b с умифеновером, так и монотерапия этими препаратами не приводила к какому-либо улучшению больных, переносящих COVID-19. Очень ожидаемое исследование, которое бы хотелось сейчас продемонстрировать, касающееся сутриазоверин. Много было разговоров, много было публикаций, Но за словами так и не видно дело. Потому что до сих пор те исследования, которые мы с вами можем оперировать, в том числе продолжающиеся исследования в Китае, опять-таки столь широко популяризируемые, благодаря которому в том числе этот препарат появился в регламенте или протоколе введения пациентов, одобренный Департаментом здравоохранения московским, Но, а исследований-то нет, до сих пор 2020 год, где никаких данных в отношении эффективности треозаверина при COVID-19 получено не было. Это доступная среда, по обмет, я только оперирую теми данными в открытой печати. Возможно, где-то они есть, но по крайней мере в открытой печати я не увидел. Исследование продолжается, где треозаверин по сравнению с плацебо изучается у больных, переносящих новую коронавирусную инфекцию. Пока, до сих пор, в тех последующих публикациях, которые мы увидели, начиная с 2020 года, звучит одна единственная фраза. Да, в некоторых ситуациях назначение треозаверина, возможно, уменьшает более частое использование какой-то сопутствующей терапии у больных, переносящих COVID. Но при этом для оценки результативности этой лекарственной стратегии необходимы дальнейшие исследования. Само исследование его результата и плацебо-катроирование до сих пор не опубликовано. Ну а самое главное, следующий момент, да, помимо того, что мы перейдем к средствам, доказавшим свою эффективность. То есть, давайте закроем первую проблему. Препараты, которые в том числе в Российской Федерации очень активно применялись, применяются при COVID-19, не изучались в рамках серьезных исследований. Их эффективность стоит под большим вопросом, а значит и широкое их применение. Это первая проблема, которую мы с вами должны решить. Если уж мы решили лечить COVID-19 с помощью противовирусных препаратов, давайте назначать молнуперавир, давайте назначать нервервир с витонавиром. И в некоторых ситуациях давайте назначить рамдисевир, потому что у нас есть три препарата, которые зарекомендовали себя очень хорошо в отношении влияния на вирус Сарского 2. Все остальное, в наличии вот этих первых трех опций, о которых мы с вами сейчас говорим, наверное, должно стоять под большим вопросом применения. Хорошо, когда применять эти лекарственные средства? Поверьте, если мы сейчас возьмем наш национальный документ, если мы начнем смотреть реальную практику московского региона, любого другого, Красноярска в том числе, поверьте, первым делом, которое сделает проверяющий, в первую очередь это как раз ОМС, эксперты, которые проверяют данную составляющую, спросят, а противовирусная терапия в стационаре, почему она не стоит на первом месте? И поверьте, любое ведение пациентов стационарного звена в обязательном порядке присутствует там противовирусный компонент. Но мы-то ведь прекрасно понимаем, что все эти средства при любой вирусной инфекции респираторной, которая переживает три основные стадии. Первая – это фаза репликации, фаза виремическая, а дальше фаза либо прямого повреждения, как при гриппозной инфекции, либо опосредованного поражения респираторных отделов легких, как при COVID-19, и мы прекрасно понимаем, что только в фазу репликации, фазу виремии мы можем противовирусными препаратами улучшить состояние нашего пациента. Мы уберем вот это важное звено, но это сделать можно только в узкое терапевтическое окно. А в случае COVID-19 это выглядит просто классическим образом. Это прекраснейшая модель, которая заставляет в нашем мировоззрении в ряде случаев перевернуться с ног на голову, потому что здесь нет, в отличие от гриппа, прямого вирусного поражения. Это удивительное заболевание, сопровождающееся в первую очередь гиперэргической иммунной реакцией, системным воспалительным ответом, и выброс вот этих провоспалительных сатокидов запускает каскад реакций, приводящих с поражением в первую очередь респираторных отделов легких, дисфузно-альвеолярных повреждений морфологически, и с другой стороны принимающее звено вирус ассоциировано к аглопатии, микротромбозам в артериальных кровочных сосудах, это другая составляющая патогенеза при данном заболевании. То есть мы прекрасно понимаем, это даже не вирусное, это вирус-ассоциированное поражение. Значит добиться эффекта противовирусными препаратами мы можем только лишь в узкое терапевтическое окно, составляющее, ну, наверное, первые пять суток с момента появления клинических проявлений этого процесса. Ну и, конечно же, в инкубационный период там вполне естественно здесь эта терапия тоже может быть востребована. И поэтому, когда мы говорим о противовирусных препаратах в контексте COVID, в том числе и постконтактная профилактика, ну, наверное, может замечаться на одном из нужных мест. То есть мы с вами договорились, что все это лечение, это как раз лечение в большей степени в амбулаторной практике. То есть эти препараты нужны именно в эти сроки. То есть не надо ждать до появления каких-то проявлений по данным компьютерной томографии, не надо ждать госпитализации больного для того, чтобы назначить данную фармакотерапию. С точностью до наоборот. Если уж есть показания к назначению противовирусных препаратов, а они есть у больных с факторами риска, которые вы видите на этом слайде, то мы должны это лечение назначить в максимально короткие сроки. Вот другая проблема, которую нам необходимо решить. И дальше давайте перейдем к доказательствам эффективности тех лекарственных опций, которые появились в 2022 году. Они на самом-то деле выглядят весьма непревзойденными. У нас с вами есть молный пиравир, у нас с вами есть нирматрелвир с ритонавиром, и у нас с вами есть рэндосивир. В отношении вирус нейтрализующих антител с учетом появления новых штаммов, включая микроны и же с ними, всегда большой вопрос. И в случае последних как бы тех вариантов, рекомендуемых на страницах и международных документов, и в том числе российских, фигурирует, да, из вирус нейтрализующих тел адлинн лишь сатравимат. Но опять-таки могу сказать следующее. При наличии вот этих первых трех важных опций, ну, наверное, четвертое здесь выглядит как бы под большим вопросом. Нам достаточно вот этих трех препаратов, которые мы будем сейчас разбирать, для того, чтобы получить адекватный клинический эффект в подавляющем числе в этом случае. Монуперавир. Первый препарат, который продемонстрировал хорошую эффективность, включая клиническую, да, в виде снижения госпитализации и снижения смертности в случае новой коронавирусной инфекции. И здесь тоже очень важно, потому что это, наверное, единственный препарат, ну, появившийся, да, доказательство в свою клиническую эффективность, в отношении которого возобладал здравый смысл. То есть, как-то сразу вдруг произошло, что, в принципе, та доказательная база, которая появлялась, она мгновенно продемонстрировала высокую клиническую эффективность этого препарата при амбулаторном назначении. Повторные работы, которые могли, как и в случае рамдисивира, несколько сбавить энтузиазма в назначении этого препарата провалились. То есть, индийское исследование, в отличие от исследований в Великобритании, которое проводилось на больных с поражением легких, то есть, госпитализированных, где применялся молопировир, не продемонстрировало, ну, в общем-то, такой важной эффективности, как в случае раннего его назначения. И был сделан вывод в том числе, что роль назначения этого препарата при умеренном и тяжелом течении сирич с поражением легких сомнительна, и поэтому, конечно, здесь все возможности реализуются при назначении этого препарата именно в амбулаторной практике. Я уже объяснил ту логику, которую мы с вами уже неоднократно разбирали. Конечно, у нас с вами появляются дженерики с учетом и санкций, и вообще тех проблем, которые существуют в нашей стране, это имеет очень важное значение. Поэтому стоит заметить, что у нас с вами есть КВПИР, российский препарат прямого противовирусного действия в лечении COVID-19, речь идет о том самом молопирамиде. Доказательная база, в Москву, в общем-то, скажу несколько слов, раннее назначение этого препарата совершенно объективно сопровождается снижением риска госпитализации и значительным снижением риска летального исхода у пациентов, получавших такую фармакотерапию по сравнению с плацебо. При этом препарат хорошо переносится и действительно частота нежелательных явлений в какой-то степени сравнима с плацебо, что позволяет нам широко использовать этот препарат в реальной клинической практике. Вот одно из исследований, которое вы видите на этом экране, где рандомизировано было 716, 680, завершили 5-дневный курс этого препарата и обратите внимание, речь идет о том, что использование молну пиравира сопровождалось крайне хорошей эффективностью в виде снижения госпитализации и снижения риска летального исхода. То есть, коллеги, еще раз давайте прокомментируем этот очень важный момент. Ранее назначение фазу репликации, фазу веремии, первые 5 дней, да, с момента появления клинических симптомов, позволяет прервать болезнь так, что этот пациент с актом диабетом, с артериальной гипертензией, с 75-летнего возраста, то есть, все факторы риска мы с вами перебираем, не попадет в итоге в стационар и в итоге выживаемость в случае вот такого раннего назначения препарата, ну, в общем-то, крайне высокая по сравнению с неназначением лекарственных стратегий, речь идет о плацетах. То есть, важный вариант мы с вами закрыли. Доказательство эффективности использования ковипира, речь идет об таком препарате, как молоперавир, у нас с вами есть, осталось только правильно и широко использовать в реальной технической практике. Появляется в 2022 году еще один препарат, речь идет о нерматрилбире с фитонавиром. Еще раз озвучу о том, что в реальной практике у нас с вами есть и российские дженерики, речь идет о миробивире. Конечно, это расширяет наши возможности поведения пациентов с COVID-19. И вот здесь вообще более высокие даже показатели эффективности были зарегистрированы при назначении этого препарата. Препарат состоит из двух составляющих. ритонавир столь нам знакомый. Здесь выступает не как противовирусный агент, а как дополнительный препарат, который служит для замедления метаболизма противовирусного средства нерматрилбира, цитохром, для поддержания более высоких концентраций основных препаратов и кроватой. И действующее вещество нерматрилбир, которое обладает высокой эффективностью в отношении вируса SARS-CoV-2. И самое главное, для этих препаратов зарегистрирован прекрасный режим дозирования, который позволяет проводить терапию в короткие сроки, потому что при подобного рода вирусных респираторных инфекциях пятидневный срок назначения препаратов является вполне достаточным для того, чтобы получить устойчивый клинический эффект. При минимальном количестве нежелательных реакций на эти препараты хорошо переносится. Здесь речь идет о тысяче пациентах, которые завершили исследование такая же тысяча получала плацебо и этот препарат в данном протоколе обратите внимание продемонстрировал высокую клиническую эффективность по части снижения риска госпитализации и смерти на 89,1%. В заключительном анализе снижение риска 88,9% при прекрасной переносимости данного лечения. То есть в группе которая получала препарат нерамонфривил с литонавиром никто не умер по сравнению с альтернативной группой где проводилась терапия с плацентом. Вот пожар доказательства клинической эффективности. Итак, коллеги, давайте вместе с вами договоримся. Для реальной клинической практики нам нужно решить очень важную проблему. Первое, если уж есть показания для противовирусной терапии, значит нужно использовать в основном два средства. Молупиравир и подсловит нермалупиравир с литонавиром. Тем более, что у нас с вами есть дженерики российские, которые демонстрируют такую же высокую клиническую эффективность и безопасность терапии. Кавипир и пиробивир, когда мы говорим об этой комбинации. Плюс к этому мы получили препараты, обладающие высокой клинической эффективностью, позволяющие оптимальным для пациента режиме пятидневный курс фармакотерапии с оптимальным режимом дозирования добиваться существенного клинического эффекта. То есть, пожалуйста, если уж мы приняли решение о назначении противовирусной терапии у наших пациентов, давайте использовать либо молупиравир кавипир, либо нермалупиравир с литонавиром миробивир. Пожалуйста, это, наверное, должен быть золотой счет сведения пациентов с COVID-19 в амбулаторной практике, когда речь идет о факторах низкой. Мне бы хотелось еще несколько слов рассказать о миробивире. Во-первых, этот дженерик, он действительно аналогичен оригинальному препарату, в отличие от других дженериков, которые присутствуют на российском клиническом рынке. И это в ряде случаев позволяет расширять наши возможности в участии в фармакотерапии. Потому что для оригинального препарата и для миробивира существует возможность коррекции дозы, что возможно понадобится у пациентов с легкой и средней степени почечной недостаточности. Когда нужна редукция дозы, это можно сделать только используя либо оригинальный препарат, которого более чем вероятно сейчас на нашем рынке не найдешь, либо вот этот дженерик миробивир, который российский и идентичен оригинальному лекарственному средству. Пожалуйста, как один из таких хороших вариантов фармакотерапии. И следующий момент, это уже пожелание в большей степени фармакотерапии. Речь идет об упоминании о нежелательных явлениях и о лекарственном взаимодействии данного лекарственного средства. Вообще пятидневный курс этим препаратом два раза в день хорошо переносится нашим пациентам. Это действительно так. Но очень хороший подход, по крайней мере, от компаний, производящих и дженерики, и оригинальных препарат, сообщать о тех возможных проблемах, которые могут быть связаны с назначением подобного рота фармакотерапии. Чему я это говорю? Потому что значит компания боится потерять и дискредитировать данные лекарственные средства. То есть мы неоднократно говорили о тех препаратах с недоказанной клинической эффективностью. Мне кажется, назначение совершенно неоправданно может только дискредитировать какую-то лекарственную опцию, которая вполне возможна, например, при обычной простуде, вполне себе хороший вариант фармакотерапии. Но зачем это делать при заболевании совершенно ином, когда другие препараты уже у нас с вами есть и позволяют добиваться хорошей клинической эффективности. Вот эту идею я повторяю, мне кажется, она очень важна. И даже в этом контексте неправильно назначенная фармакотерапия, развитие нежелательных явлений очевидно не прибавит энтузиазма у врача, назначившего это лечение, и у пациента, принявшего этот препарат, если у него разорвется нежелательная реакция. Поэтому тоже очень важны вариант оценки потенциальной угрозы назначения любой фармакотерапии. В случае нерматривира с литонавиром пожалуйста обращайте внимание на лекарственное взаимодействие. Часть из них вы видите на этом слайде 16 пунктов пожалуйста сделайте скриншот сфотографируйте. Самая обычная рекомендация прочитайте инструкцию по применению перед назначением. Ну и конечно же сделайте это все в рамках алгоритма который вы видите на этом экране. Первым делом спросить у пациента список лекарств которые он принимает уточнить на основании вот этих данных на основании инструкции по применению либо можно использовать вот этот вот сайт который выделен здесь цветом для того чтобы посмотреть в мобильном приложении лекарственное взаимодействие. Но сейчас мир гаджетов поэтому это тоже сделать достаточно просто это хороший вариант если вы скажете на приеме желая назначить соответственно перебивир а давайте вместе с пациентом посмотрим по этому мобильному приложению по лекарственным взаимодействием тех препаратов которые вы постоянно принимаете а дальше уже в зависимости от этого принять решение а по корректировке доз текущих препаратов это все-таки жизнеувражающая проблема ковид у пациента с фактором листа и мы принимаем решение назначения препарата значит подумаем о сопутствующей терапии в виде либо редукции дозы либо на этот пятидневный срок просто-напросто убрать подобного рода как бы лечения ну и безусловно помню о клиническом дневном лечении данных препаратов несколько слов о РНДСВ коллеги прекрасный препарат который появился у нас с вами в начале 2021 года но его применение вот опять-таки ввиду серьезнейших проблем с неправильным его назначением ну как-то сгладило так скажем желание его назначать достаточно широко а почему это произошло да потому что препарат назначался совершенно не тем больным когда он был необходим потому что мы опять возвращаемся к самому началу мы говорили о том что любые противовирусные препараты в случае COVID-19 раннее назначение фаза репликации фаза веремей когда мы можем добиться ленического эффекта но почему-то изначально РНДСВ ну мало того что его было недостаточное количество в конце 2020-2021 году в начале появлялся только в стационарных условиях и причем речь идет о венной форме вполне естественно в основном применялся у больных ну с крайне тяжелым течением COVID-19 речь идет о реанимационных отделениях когда его назначение было попросту посвящено поэтому не получив этого хорошего эффекта мы с вами ну практически вот так сказать в таком философском варианте если не потеряли данную лекарственную стратегию хотя она могла спасти очень много жизни на тот промежуток времени так давайте сейчас знали вот эти особенности применять правильно этот препарат тем более что у нас с вами есть еще один российский дженерик речь идет о ремдеформе который является препаратом содержащим глюкдисевир и может использоваться в реальной клинической практике в идеале это первые 7 суток заболевания а в случае сегодняшней клинической ситуации у нас с вами есть все возможности для госпитализации в Московском регионе сейчас средние сроки госпитализации больного на 7-е на 8-е сутки то есть мы можем получить этот эффект значения препаратов либо решение введения препаратов в рамках дневного стационара да эпидемиологически это как бы сложно сделать но как вариант имейте ввиду что это вполне себе возможно то есть раннее назначение способно да конечно повлиять положительным образом на введение наших пациентов ну несколько слов я скажу коллеги завершает свой разговор сегодняшний об этиотропной терапии в настоящее время произошел апдейт то есть обновление рекомендаций ВОЗ кстати говоря вы найдете очень хорошие варианты правильной разумной фармакотерапии касаясь противовирусного лечения в случае COVID-19 рамдисевир сейчас рассматривается в отличие от тех данных предыдущих как раз препарат для возможного применения у пациентов со средне-тяжелым течением COVID-19 в случае госпитализации то есть вот эти первые 7-8 суток если успеваем то мы можем получить клинический эффект от назначения рамдисевира до условий стационар в случаях тяжелого течения COVID-19 то есть спустя уже там полторы-две недели с момента появления клиники его назначение уже не приведет к никакому результату поэтому пожалуйста возьмите эту ситуацию на вооружение не буду останавливаться на клиническом примере буквально мазком его расскажу просто еще раз прокомментировать ситуацию перед нами пациент 72 года у которой с фибрильной лихорадкой болеет 5 дней фибрильный лихорадик последние 3 дня у него помимо возраста есть сопутствующая патология сахарный диабет еще он страдает хроническим болезем легких он стабилен пока еще в течение так сказать вот этих 3 дней когда лихорадит вызвал нас на дом либо какая-то консультация болтонно-клиническая состоялась мы с вами его послушали покрутили посмотрели решили что признаков бак-инфекции у него нет заодно диагностировали ковид-19 этиологический диагноз поставлен благодаря экспресс-диагностике иммунофомографическому тесту данное определение эти гены вируса сарского данного соглаточного мазки и дальше приняли решение что мы будем с ним делать приняли во внимание его 70-летний возраст включая наличие сахарного диабета и решили что он нуждается в противовирусном лечении и дальше не придумываем ничего нового не находим каких-то супер препаратов пока еще не доказавших клинического и правильно и правильно назначить симптоматический препарат это речь о назначении противокошелевого препарата и о назначении соответственно анальгетика антипериетика ну и повторюсь коллеги у нас эти возможности именно для назначения молитвировира и деблатривируса и геновиром в том числе реализованы в рамках нашего национального документа поэтому пожалуйста можно сослаться в том числе на него оправдав назначение этих средств ну что ж и самое главное никаких антибиотиков ни всякого сомнения когда мы говорим о COVID-19 потому что частота по инфекции крайне мала и COVID-19 конечно же не приводит к возникновению бактериальной пневмонии поэтому это очень важный момент для ампулатории ну что ж коллеги на симптоматической терапии я не буду останавливаться мы ее с вами проговаривали неоднократно благодарю вас за внимание спасибо спасибо большое так вопросы нужно ли назначать лангидазу при ковида с сырным интерсциальным поражением легких в точке приложения для этой терапии конечно же нет да и вообще лангидаза что ли широко популяризировано в случае каких-то пневмофибротических изменений но таковых как правило у пациентов с COVID-19 не наблюдается вообще морфологически диффузно-амбиллярное повреждение клинические острый спиротом дистресс синдром не часто я бы сказал даже крайне редко приводит к развитию пневмофиброза а вообще о нем даже судить в ближайший год после выписки из стационара эта фраза не должна использоваться в нашем эпохе пневмофиброз это совершенно другие критерии включая рентгологические морфологические и так далее и так далее поэтому конечно же особенных показаний для данной терапии вы не найдете а тем более речь идет о постном периоде насколько я понимаю так звучало наверное делать так тут немножко разорванный вопрос поэтому я что смогу молно-перавир после проведенного 5-дневного курса лечения многоточия вирус продолжает обнаруживаться в мазках из ротоглотки причины неэффективен или многоточие мы говорим о виремии а проводим пцр из ротоглотки а сегодня пцр слюна да вот Сергей Вянорович всегда задает такие умные вопросы конечно когда мы говорим о длительном обнаружении осколков РНК вируса SARS-CoV-2 но это всегда большой вопрос спустя 5-7 дней да еще на фоне адекватной противовирусной терапии и наверное проведение пациент-диагностики в эти сроки вызывает очень большие вопросы вполне очевидно нам нужно определять вирусную нагрузку но вот как это сделать пока такие работы есть только в каких-то экспериментальных условиях но все вполне очевидно должно основываться именно на этом факте нам нужно определять вирусную нагрузку и в зависимости от этого определяться с назначениями противовирусной терапии но речь идет уже о стационаре вот наверное я так постарался прокомментировать вы не советуете атериксен сквайвира как воспроизведенный препарат так же эффективно как и миробивир в отношении торгового названия атериксен я вообще ничего к сожалению не могу сказать мало знаю лекарственной стратегии вот а в отношении миробивира речь идет так сказать о сопоставимой большей вероятной эффективности с оригинальным препаратом который упоминался в том числе в рамках этого вопроса от Александра Пажанова да мы можем быть уверены что в связи с плюж до времени и молмутеравир да и и молмутеравир с литонавиром в том числе воспроизведенная форма присутствующая в России будут весьма эффективны что делать чтобы врачи поликлиник стали бы давать молмутеравир амбулаторным больным в Томске нет выдавать вообще-то никто ничего не должен извините это в аптеке должно продаваться ну в том числе лекарственное обеспечение региона ну Светлана Боевородова спасибо за вопрос это тоже такой наш постоянный слушатель но что тут можно сказать разве что только добиваться от департамента здравоохранения от министерства появление препарата в Сибири в частности в Томске раз второе наверняка он есть в аптечных учреждениях это действительно так и тем пациентам кому он действительно нужен наверное принять во внимание составляющую и выкупить препарат в аптечных учреждениях значит я все-таки хочу здесь уточнить врачи выдавать вообще никакие препараты не могут врачи могут только назначать выдаются препараты у нас в аптеке за деньги или льготным категориям граждан бесплатно за счет государства иногда за счет УМС поэтому я думаю что это просто не совсем правильный вопрос если для пенсионера неподъемно попросите спонсоров у каждого пенсионера дети есть практически тут написано просто дальше 7300 стоит ну если этого вам нужно значит найдете так ну я так смотрю что больше вопросов нет все остальное повторяется тогда мы поблагодарим Андрея Алексеевича я единственное конечно зацепился за ингавирин любимый препарат вы мне прямо наступили на кровавую мозоль могу сказать потому что в прошлом году там были какие-то у нас публикации о выдающихся исследованиях которые проводились зарегистрированы были по одним показаниям выполнялись по другим показаниям и главное что там эффект был просто фантастический только он не был хорошо описан но очень хороший эффект точно был прямо зуб давали хороший эффект вот поэтому такие препараты у нас к сожалению очень часто попадают в обиход я сейчас не поленился я не могу сказать что я хорошо знаю его там показания противопоказаний не поленился заглянуть в инструкцию знаете я бы так сказал я с русского на русский перевести не смог что там написано потому что он и на то влияет и на все влияет и на все влияет и в очаге инфекции главное влияет вы знаете что у вас в тканях есть очаг инфекции я вот честно говоря не очень всегда думал что респираторные инфекции они как-то не очаговые оказывается там есть очаг инфекции где он очень хорошо влияет значит у вас гематологу заинтересует в большей степени он же всегда рассматривался как милопротет это забыли уже сейчас нет в инструкции да уже все отменили поскольку он там не работает точно вообще забыли про эту тему он вообще не противовирусный препарат и забыли совершенно для другой темы ну так какой субвариант вариант циркулирует в в России сейчас еще вопрос задают ну речь идет конечно о подвидах штамма омикрон вот назывался там они каждый раз называются тербер да совершенно не играет никакой роли насколько я понимаю какой подвариант эти подштаммы слава богу не сопровождаются в отличие от дельты высоким ну так сказать высоким риском поражения легких то есть это притекает как обычная простуда но опять-таки у пациентов из групп риска который мы с вами обсудили противовирусной терапии вполне себе является хорошим вариантом ну хорошо спасибо большое как всегда хороший доклад спасибо и по делу спасибо спасибо